Мне кажется, что я уже могу прямо отсюда с противня сразу есть. Невозможно дождаться. Привет, друзья! Вы на канале Прошу к столу. Сегодня мы с вами будем готовить ужин из простых и всеми любимых продуктов. Но таким способом вы точно еще не готовили. Для этого блюда нам понадобится противень. На противень я сразу выкладываю фарш. У меня свиной и говяжий. Картофель нарезаю мелким кубиком для того, чтобы он быстрее приготовился. И выкладываю картофель сразу на противень. Порежу томаты. Томаты тоже буду нарезать кубиками. И выкладываем томаты тоже на противень рядом с картошкой. Еще в это блюдо я добавлю лучок. У меня репчатый. Вообще, будет сюда очень вкусно добавить также зеленый или лук-порей. Друзья, смотрите уже, как красиво получается. Какой у нас яркий, красочный получился противень. Яркости и вкуса мы еще добавим перчиком. Конечно, тоже буду резать его мелким кубиком. Друзья, если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь на наш канал. И приглашайте к нам своих друзей. С нами готовить очень просто, вкусно и быстро. Пишите ваши комментарии и ставьте лайк, если вам нравятся наши видеорецепты. И обязательно подключайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Красный перец тоже отправляем на противень. Друзья, помогите, пожалуйста, с названием этого блюда. Какие у вас есть идеи? Друзья, смотрите, какая красота у нас получается. Какой яркий, красочный, сочный получился противень. Но теперь, конечно, специи. Это очень важный момент, в принципе, в любом блюде. Я добавляю сюда чеснок. Чеснок, как всегда, добавляем по своему вкусу. Я положу пару таких крупных зубчиков. Можно его мелко порезать, но мне кажется, что лучше всего выдавить. Добавляем мускатный орех, черный молотый перец, майоран, тимьян, пол чайной ложечки чили перца. С чили перчиком аккуратно. Если вы любите острое, конечно, можно положить побольше. Ну и, конечно же, соль. Теперь я добавляю немного подсолнечного масла. Примерно 3-4 ложки. 2-3 столовые ложки томатной пасты. И немного холодной воды. Так, 3-4 ложки. Друзья, ну а теперь всю эту красоту мы просто перемешиваем. А теперь нужно просто разровнять по противню. Смотрите, самое главное, чтобы все продукты были распределены ровным слоем, чтобы блюдо готовилось равномерно. А теперь такой маленький лайфхак. Конечно, можно использовать фольгу, но я буду использовать пергаментную бумагу. Ее просто нужно намочить в воде. Хорошо ее отжимаю, чтобы не было лишней жидкости. Бумага должна быть просто влажная. С нее не должна течь вода. Накрываю противень мокрой пергаментной бумагой. Таким образом, блюдо не высохнет. Оно останется сочным. Конечно, можно закрыть сверху вторым противнем, но это же мыть лишнюю посуду. Поэтому делаем все гораздо проще. Теперь противень отправляю в разогретую духовку 200 градусов и выпекать буду примерно 30-40 минут. Смотрите по своей духовке, потому что все духовки готовят по-разному. Посмотрим, что получилось. Я снимаю пергамент. Ой, аромат стоит просто обалденный. Я вообще все эти 20 минут уже стою, не отхожу от духовки, потому что очень вкусно пахнет. Теперь у нас остается последний штрих. Я посыпаю все тертым сыром. Отправляю в теплую духовку, но буквально на пару минут, чтобы сыр расплавился. Посыплю еще немножко свежей зелени. Ребята, сейчас будем пробовать. Мне кажется, что я уже могу прямо отсюда с противня сразу есть. Невозможно дождаться. Друзья, давайте скорее пробовать. У меня уже вообще сил никаких не осталось. Потому что пахнет просто очень вкусно. Такие бесподобные ароматы. Здесь не надо ничего говорить. Это надо готовить и кушать. Банально просто. Невероятно вкусно. Разве это не так? Друзья, я жду ваши комментарии, что вы скажете по этому поводу. Но у меня слов нет. Я просто хочу кушать и кушать, потому что это действительно очень вкусно. Продукты, которые вы все любите, можно приготовить и вот таким интересным способом. Друзья, кому понравилось мое блюдо, жду ваши лайки. Прошу к столу. И приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...